меня зовут аня веленская ну я очень умилялась пока там стояла уже у кого-то в stories увидела кто пришел да это это было очень мило так что уже заранее знала что здесь много родных лиц ну что сегодня будем говорить про земфиру мне немного волнительно у меня еще никогда не было лекции про земфиру да и вообще я чет когда мониторил интернет как-то маловато лекции про земфиру ну вот поговорим в том числе почему она так а пока что поехали да кстати я буду вас кое чем спрашивать сегодня вы будете немножко помогать на думаю вы знаете да поэтому нет ничего страшного в том чтобы что-то сказать если там чего-то хочется сказать вы все знаете поехали однажды попросили одного серьезного пресерьезного музыковеда сделать лекцию про земфиру или неважно может быть не лекцию может быть написать статью написать книжку да сделать какой-то важный материал и вот музыковед пришел в небольшое замешательство правильно да вот я думаю понимаете про кого чаще лекции ведут про земфиру или про моцарта ну про моцарта скорее всего правильно да давайте с вами вместе придумаем с чего же музыковеду начать некому условному василию васильеву да что же он может про земфиру такого рассказать ну например он может рассказать как она живет то есть где она родилась правильно где училась да вот как там в уфе она музыкальном училище училась то есть у нее есть классическое образование что еще он может рассказать но может например рассказать сколько у нее альбомов правильно можно даже показать какой у них там был например рейтинг да вот допустим вышел бы земфира какой-то альбом знаете, как первая симфония у Рахманинова, и провалился в прокате. И вот получается у Рахманинова такая красивая история в биографии, правильно? Написала симфонию, провалилась, зато интересно. А следующий альбом она, допустим, написала, и все, знаете, это платиновый альбом. И вот музыковед об этом расскажет, так интересно. О чем еще может рассказать музыковед? Я понимаю, сложный вопрос, правильно? Даже для музыковеда сложный, а чего уж я вас тут мучаю в самом начале. Ну, например, он может проанализировать, какие во всех песнях преобладают тональности. Допустим, обнаружит, что все песни симфиры в до-мажоре. И это будет такое музыковедческое открытие. Знаете, он придет, скажет, знаете, все песни симфиры в до-мажоре. Ах, ничего себе, вот это да, наверное, это что-то значит. Будем расшифровывать. Ну, давайте, я тут прикинула кое-какие темы, о чем он мог бы поговорить. А, вот с кем она сотрудничала, например, да? Помните, там у них была такая дружественная связь с ребятами из группы «Мумий тролль», например. Вот как они сотрудничали, вместе там все это дело открывали. Про состав инструментов, например. Что симфиры на своих лайф-выступлениях очень часто используют тембр одного акустического инструмента, который не свойственен рок-музыке. Знаете, какой? Вот в Зеленом театре, например, есть лайф такой, еще кино сняли, красивое-прекрасивое. И помните, там все время слышен такой грустный-грустный светлый тембр трубы. Да, вот она там высоко-высоко где-то там летает, правильно? Можно было про это рассказать. Потом, про сценический образ, правильно? Вот, можно как-то предположить. Особенно меня умиляет словосочетание «женский рок». Слышали такое? Да, что это же вообще удивительно, да, что есть такой мужской рок, и потом вдруг, да, вот когда там в конце 90-х или в нулевые появился женский рок, это почему-то анализирует все вместе. То есть, мне кажется, так, знаете, просеивают через сито всех музыкантов, которые тогда были, выбирают оттуда женщин и почему-то ищут общие черты в их творчестве. Пытаются найти, что же там такого женского, да, что же там такого они вещали. Хорошо, еще рейтинг альбомов. Ну это да, это можно было, да. Любимые тональности, это я сказала. Ну и о чем тексты? Вот это любимая такая история, о чем тексты. Но здесь, понимаете, есть такая уловка. Вот сейчас я вам покажу, покритикую музыковеда. Надеюсь, никто не музыковед? Нет? Не, ну вы признайтесь лучше сразу, да? Или потом можете подойти ко мне и сказать, что я не права. Ну ладно, даже если вы музыковед. Зачем? Ну зачем? Ну правда? Зачем вам все это знать? Я совершенно этого не понимаю. И я вот столкнулась с такой историей, что вот я ищу какие-то материалы, естественно, ну интересно, да, вот села готовить лекцию, тоже пока непонятно, с чего начать. Да, вы же понимаете, это бесконечный экзистенциальный кризис. Сколько бы лекций ты ни вел, ты каждый раз не знаешь, с чего начать, потому что нет шаблона, да, ты должен вычленить самое полезное для слушателя, да, для слушателя не своего, да, для слушателя земфиры. Не подумайте, тут ничего. И вот смотрите, любые факты истории, которые есть в интернете, которые написаны в Википедии, вообще не должны звучать на лекции. Помните об этом в следующий раз, когда вы придете на любую какую-нибудь лекцию, допустим, про музыку, да, я не буду говорить про другую, и вам там скажут, смотрите, Моцарт, и он родился в таком-то году, а вот в таком-то году он умер и написал столько прекрасных симфоний. Вот как только вы это слышите, знайте, это не очень хорошо. Потому что при любой открытой ссылке в интернете вы это узнаете в первую очередь, правильно? Да? Зачем? Особенно в 2021 году, когда, помните, как говорит Алексей Пивоваров, и как мне очень сильно нравится, это то, что у вас мало времени, мы в вас это ценим, правильно? У вас всех так мало времени, и у меня тоже. Мне-то зачем об этом тоже рассказывать, мне-то уже это неинтересно. Ну, в общем, сделаем себе хорошо, не будем говорить общие слова. И вот это я сразу так оговорюсь, потому что вдруг вы шли как раз специально, не читали биографию Земфиры, бедные, чтобы все узнать из первых уст. Нет, я вас расстрою. Вам придется, наверное, почитать ее, если захотите самим. Я не буду вам рассказывать биографию Земфиры. Хорошо? Ну, договорились, хорошо. Вот. А и... Нормально. Ну и все. Вот, короче говоря, вот такая ценная мысль о том, как отличить хорошую лекцию от не очень хорошей. На что, конечно, не намекаю. Поехали. Вот смотрите, чтобы понять, что нам нужно знать, чтобы воспринимать музыку Земфиры максимально полно, а у нас такая цель — получить максимум удовольствия. Я думаю, что раз вы все здесь, вы и так цените музыку Земфиры. Может быть, вы ее и не любите. Бывает, что человек приходит на лекцию, потому что чувствует, вот ненавижу Вагнера, ненавижу Вагнера. Приду на лекцию, мне хоть объяснят, что там можно любить. Например. Вот может быть, кто-то из вас с такими намерениями прошел, но всяко вы к ней как-то относитесь. Так вот у нас будет задача сегодня к концу лекции научиться получать такое максимальное удовольствие, что просто душа разрывалась, чтобы соединилось все, соединилось то, что мы чувствуем и то, что мы знаем. Для этого нужно понимать, что вообще приносит нам этот кайф, это большое удовольствие от музыки. А приносит нам его простая волнообразность. Я думаю, вы успели уже прочитать, что написано на слайде, но прокомментирую. В любой музыке, я имею в виду европейскую музыку, это важно, вплоть до самых первых веков, мы с вами европейцы, у нас особый такой слуховой опыт. Он сформировался уже очень давно. Вы были еще маленькими, еще в школу не ходили, уже у вас европейский слух сформировался, правильно? Потому что где-то что-то слышали, и вот уже ладовая система, и все такое. Вы могли не знать, что такое мажор и минор, но уже могли отличить их на слух. Представляете? Чудо какое! Мы все тут музыковеды немножко. И вот в музыке есть правильное и неправильное. Правильное — это, например, консонансы, то есть те созвучия, которые по законам физики человек воспринимает как приятные. В них хорошо соединяются звуки. Правильное в том числе — это устойчивое. Это те ноты, на которых мы привыкли, что музыка заканчивается. И вот мы послушали сто тысяч раз, что мелодия, которая начинается, допустим, с до условно, заканчивается условно на до. И до в конце слышится для нас как что-то правильное. А если мы закончим на си, как что-то неправильное. Так вот, правильное нас успокаивает. Заметьте, не радует. Ладно? Оно нас успокаивает. А неправильное нас тревожит. Оно создает такое, знаете, трение внутри. То есть это не тревога, которую неприятно испытывать, а это может быть восторг, катарсис. Это может быть, наоборот, беспокойство какое-то, какая-то тревога. И вот смотрите, композитор вами ловко манипулирует. Он дает вам немножко правильное вначале чаще всего. Но у Земфира не всегда, кстати, сегодня это увидим. Но чаще всего. Вы привыкаете к хорошему, к хорошему быстро привыкаете. Потом вам дают неправильное. Вы начинаете чувствовать какое-то движение. Хочется, чтобы дальше пошло снова правильное. У композитора есть выбор. Он может вас, например, помутузить хорошенько равномерным движением. Правильное, неправильное. А потом вдруг не дать вам правильное. И обычно в этот момент, например, если вам уже в конце, после таких метаний, таких манипуляций дают много-много правильного, то мы что делаем? Мы плачем. Помните, да? Обычно этим занимаются всякие классические композиторы, которые уж такого вам там наворотят, правильно, в своей симфонии. Что потом, когда вы долго-долго слышите это, ой, напряжение было так много, да, оно должно выплеснуться. Да, получаются слезы. Если мотаний было не так много, то просто удовольствие. Правильно? Просто какой-то катарсис небольшого масштаба. Тут зависит от жанра. Понимаете? Тут поэтому и симфония. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что потом будет катарсис максимальный, а плохо, потому что потрудиться придется, ого-го, потом устанете. Правильно? Надо будет потом спать много. Вот пришли из филармонии, надо поспать хорошенько, потому что потратили моральных сил. Я вот недавно была на концерте пианиста, можно даже сказать, я не знаю, моего друга, не друга, не знаю, но вот такого известного пианиста, он мне сделал на свой концерт проходку. Я очень горда этим фактом, честно. И он играл свою музыку. И я так наплакалась во время концерта, что потом, когда я к нему подошла, я ей говорю, во мне это звучало как комплимент, честно, и я ему говорю, я так устала, пока слушала ваш концерт, так устала. Он такой смотрит на меня, такой говорит, как устали. Я говорю, ну так вот. То есть это звучало, как будто я каши удовольствия не получила, но я-то имела в виду вот это, правильно, что я чувствовала и то, и это, и это, и это, и очень устала. И смотрите, отвлекаясь от меня, есть еще важное свойство нас, как европейских слушателей, что мы сравниваем элементы музыки друг с другом во времени. Сейчас не могу распространяться об этом долго, но в китайской музыке, например, не так. Там другая философия. А вот мы сравниваем, у нас эти звуки в структуре образовываются, и мы знаем, что раньше было так, а теперь вот так. У нас есть музыкальная память для этого. Поэтому еще немножко ума. Вот у нас есть там спокойно, неспокойно, и немножко ума, который я обозначила, как сейчас что-то будет. Вот давайте посмотрим, как это делает классическая музыка, как вообще композитор может делать нам спокойно и неспокойно. Вот первый значок, это означает громкость, правильно? Когда тихо, нам спокойно. Когда громко, нам менее спокойно, например. Дальше. Вот эти вот барабанчики обозначают ритм. Когда ритм условно не темп более медленный, а когда у нас удары такие редкие-редкие, то нам спокойнее. А если вам тара-та-та-там, тара-та-та-там, тара-та-там, тара-та-там, вам уже менее спокойно. А если какие-то еще ритмические сбивки, то вообще неспокойно. Дальше. Как еще можно сделать волну? Есть несколько тем, например, в симфонии. Помните, они называются главные побочная партия. И вот если вам композитор дает контраст в этих темах, какую-то из них делает спокойнее, а другую нет, то чередуя их, он вами и манипулирует. Ну это я любя. Понимаете? По-хорошему манипулирует. Дальше. Обман ожиданий нас напрягает. Помните, я вам говорила, что если мы привыкнем к равномерному чередованию, то есть нам его не дадут, ой, вдвойне тревожно. Вот такая манипуляция. Потом. Инструменты разные. То есть, например, если вам, не знаю, условный композитор дает сначала тему мягко на рояле, а потом ее медь играет такая громкая, мощная, то вот нам как-то менее спокойно. Чувствуете, все равно несовершенный термин, вот менее спокойно. Хочется какое-то другое слово сказать, но вы все понимаете. Ну какое-то такое состояние трения. Мне нравится трение. Тональность, сменить. Тональность – это набор звуков, к которому мы привыкаем, в котором есть что-то главное, что-то устойчивое, такой родной дом. И вот если нам тональность сменить, нам в какой-то момент не будет вначале комфортно. Правильно? Мы будем к ней еще привыкать. Темп. То есть все понятно. Ну и музыкальная фразировка. Вот у вас были там длинные как… А потом татара, 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 татара. И оно дробится, дробится, дробится. Вот и все. Теперь давайте посмотрим, вот что из этого использует поп-музыка. Я, к сожалению, не нашла этот ролик, но я летом, вот в прошлом, видела чудесный ролик о том, почему в какой-то момент поп-музыка и рок-музыка перестала быть тихой. То есть в ней, помните, вот еще в 70-х годах там эта музыка, она как будто вырастала, вырастала, и потом наоборот угасала, угасала. У нее даже конца могло не быть. А потом эти перепады сгладили, грубо говоря. То есть в современной музыке у вас примерно одинаковый набор децибелов от начала до конца в треке. Замечали, да? Раньше как-то было поразнообразнее. Поэтому я не стала указывать это в свои пункты. С помощью бита и ритмического рисунка можно нам сделать неспокойно. С помощью смены куплета и припева, смены материала. Ну и обман ожиданий. Одним из вариантов обмана ожиданий бывает такой раздел, который называется прехорус. Я не помню, может быть, есть менее умное слово. Как-то его так называют музыканты. Как-то я не помню. Это вот, знаете, проигрыш, который возникает перед припевом, которого мы как бы не ожидаем. Новый материал там такой. Ну такой обман ожиданий. Вот немножко нам это напряжение накалить перед припевом. В общем-то, посмотрите. Вам может показаться, что я пытаюсь вам тут доказать, что классическая музыка чем-то лучше поп-музыки. Отнюдь нет. У них совершенно разные цели. Абсолютно. И каждая из них действует ровно в своих целях. Правильно? Правильно. Сейчас покажу графики. Вот смотрите. Вот почему мы устаем от классической музыки иногда. Давайте ее тоже поругаем. А то мы ее пока так мысленно похвалили, что она такая у нас умная, там столько средств. Нам приходится сильно потрудиться, когда она идет. Потому что это волнообразность. Потом вдруг оно останавливается там, останавливается сям. И в этот момент мы, не наученные это слушать иногда, можем даже подрасслабиться. Замечали, что, например, на тихих местах в симфонии мы вообще начинаем зевать? Потому что кажется, что зачем это вообще здесь, тут? Мы привыкли, что нас постоянно держит напряжение. Посмотрите на график поп-музыки и рок-музыки. Если вы уже сделали такую волну, будьте добры, второй припев сделать погромче, еще погромче, правильно? Так условно погромче, еще в другой аранжировке, с другим битом. То есть мы немножко в этом плане такие жадные, жадные. И поэтому нам эти тихие места кажутся проседаниями. А на самом деле, видите, просто разные цели. Разные цели. И по этому графику, я думаю, вы можете заметить, что поп-музыка и рок-музыка действуют одинаково. Согласитесь. Ну, у них одинаковые формы. У них одинаковые эти куплетные припевные истории. Они действуют в рамках одинаковой гармонии. Чем вообще отличается рок-музыка от поп-музыки? Ну, хорошо. Ну, вот условным этим набором инструментов. Поп-музыка у нас чаще электронная, например. А в рок-музыке обязательно там гитары, вот этот вот гранж. И вот дисторшн. Знаете, когда голос перегружают немножко. Такой рев иногда получается. Ну, вы сами понимаете, но это такие условности. Это как-то не тянет на различия в жанрах. Совсем не тянет. Мы же не говорим, что Моцарт и Бетховен — это разная по жанру музыка. Мы все это называем классическая музыка. Вот. На подумать. На подумать. Потому что я даже спросила об этом моего знакомого в разговоре, чего-то вчера зашло. Я говорю, я вот тут лекцию делаю, я тут странную штуку обнаружила. Слушай, а поп-музыка и рок-музыка — это не одно и то же? Он такой, одно и то же. Я говорю, а почему? Их так по-разному называют. А он... Привет, Артем, если ты это смотришь. А он мне такое говорит. Так это же сделали продюсеры. Я говорю, в смысле? Вот создали новый жанр? Они просто создали героя и антагониста. То есть те, которые не такие, как все, будут слушать рок-музыку, а те, которые такие, как все, поп-музыку. Но на самом деле это будет одно и то же. Просто мы никому об этом не скажем. Будем разным социальным группам продавать разные билеты. Я, конечно, ничего не утверждаю. Это только на подумать. Только на подумать. Давайте сделаем кое-какие выводы и, наконец, перейдем к Земфире. Теперь мы знаем весь контекст. Я считаю, что поп-музыка и рок-музыка — это принципиально одно и то же. Вот такие у меня есть аргументы. Прочитаю. Классическая музыка использует больше сложных приемов воздействия на слушателя, потому что она создавалась как музыка профессионалов для профессионалов, а поп- и рок-музыка наоборот. А что из этого хорошо? А и то, и то хорошо. Никто не обязан вам тут быть профессионалом, чтобы слушать ваши симфонии. Понимаете? Но если вы профессионал, то вы не обязаны слушать вот эту музыку для непрофессионалов. Опять же, для разных групп. То есть мы себя по-разному идентифицируем. Можем и так, и так себя идентифицировать, быть разными в разной ситуации. Поэтому и так, и так хорошо. Чтобы понять, что особенного у нас в музыке Земфира, нужно понимать, какими средствами она создает вот те самые перепады. Помните, да, вот эти вот волны? Что там такого особенного происходит? Может быть, у нее другой рисунок этих волн? Немножко не такой, как обычно. Может быть, она берет что-то из классической музыки, что было бы вполне возможно. У нее же есть такое классическое образование. А может быть, вообще все иначе. Может быть, не в этом. Ну, посмотрим. Чтобы понимать, что что-то отличается от нормы, надо понимать норму. Вот я считаю, что есть три нормативных свойства для поп- и рок-музыки. Ну, пока будем пользоваться словом рок-музыка, ладно уж. Это квадратность. Далее я поясню, что это такое. Все будет очень понятно. Единая тональность от начала до конца. Тональность — это набор звуков, в которых есть иерархия. Там какой-то есть главный повторяющийся аккорд. В любой песне, которая, наверное, есть у вас в плейлисте, есть тональность. Только если вы не слушаете, не знаю, вокальные искания Шонберга. Аккорды и мелодия соединены ритмической ниточкой. Понимаете, что это значит? Примерно на аккорд приходится слово. Может, иначе. Но они, главное, в каком-то одном ключе. Правильно? Мелодия и аккорды на фоне, они раньше считались мелодией, аккомпанемент, что первичная, вторичная. Они как-то по ритмам очень коррелируют. Это норма. И есть еще одно состав инструментов. Это очень условная норма. Я с этим не очень согласна. Но считается, что если вы откроете Википедию, я-то ее открыла, посмотрела, думаю, почитаю про рок-музыку перед лекцией. Там мне написано, что рок-музыка, да, вот она исполняется на гитарах, там есть клавиши, вокалист есть. Ну, замечательно. Я в восторге. Понимаете, насколько это все условно? Ой-ой-ой. Но если вас спросят, говорите, да, да, состав инструментов. Норма. Норма. Ну, а теперь поехали. Квадратность мы будем с вами смотреть на таком материале, который вам всем супер-пупер знаком. Не на песни Земфиры, потому что вдруг вы их не знаете. Мы не дискриминируем никого, кто приходит на лекции. Можно ничего не знать, просто прийти и все узнать. А будем слушать, петь, слушать мое пение, песни «Ой, мороз, мороз». Знаете такую песню? Знаете, очень хорошо. Вот смотрите, какая здесь штука. В каждом сегменте музыки, этой, есть деление на 4. Ну, послушайте. «Ой, мороз, мороз». 4. «Не морозь меня». 4. Согласны? Во всех остальных этих строчках тоже будет по 4. А еще там есть более крупное деление на 4. Вот смотрите. Побыстрее. «Ой, мороз, мороз, не морозь меня». «Не морозь меня, моего коня». 4. Понятно? Вот такое вот свойство музыки, комбинироваться по 4 единиц, называется квадратность. Понятно почему? Понятно почему. Квадратность, да? Давайте посмотрим, что же у меня там дальше. Вот смотрите. Между прочим, ну ладно, это вы уже послушали в исполнении меня. Они тоже формируют квадрат. Правильно? Смотрите. Всего по 4. Красота. Нравится рисунок. Сам себе не похвалишь, как говорится. Ой, как же я хорошо нарисовала. Ну ладно. Смотрите, там есть еще штука. Вот это все тоже образовывает квадрат. Ужас. Эфрактал, да? Ужас какой. Смотрите. Вот на всякий случай пара терминов для вас. Мелкие квадратики — это такты. Слышали, да? Музыка, она членится на такты. Такт — это такая вот, не знаю, комбинация долей, комбинация нот, которая слышится для нас как что-то минимально законченное. Ну это вот, знаете, молекулы, атомы. Да, вот примерно такое. Часто и нормативно в разделе 4 строчки, в каждой строчке 4 такта, в каждом такте 4 доли. Мы это запомнили. Это, знаете, это нормативно не только в рок-музыке, это нормативно и в классической музыке. Прямо вот так конкретно. Это пошло из народной европейской музыки. То есть будете слушать гайд, но там тоже будут квадраты. Да, единая такая система. Ну пошли дальше. Бывает музыка с неквадратностью. Понятно, что такое неквадратность? Понятно. Но неквадратность бывает очень разная. Я вам сейчас это рассказываю, чтобы вы понимали, как каждая из них квадратности работает на нас, на наш организм. Вот посмотрим тип квадрат с дополнением. Представляете, это такая умная инфа. Это проходит в училище музыкальном на втором-третьем курсе. Вы можете собой гордиться. Как вы экстерном попались сюда вообще, на второй курс училища. Ну смотрите, квадрат с дополнением. Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня, не морозь меня, моего коня. Чувствуете? То есть в конце я просто повторила последние две строчки, и у меня получилось, что у меня теперь не квадрат, а там вот шесть каких-то сегментов. Правильно? Я просто повторила. Вот все, что с повтором, это квадрат с дополнением. Очень часто для народной музыки, помните, кто-то один все пел, а потом вот то, что он допел, все подхватили и допели. И при этом мы чувствуем какую-то сердечность. Вот очень часто такой тип не квадратности присутствует в музыке группы Любе. Заметили, да? Кстати, про коня, да, тут и Любе, и кони не квадратность. Ну хорошо, да, ну хорошо. Получается безумно душевно. Мы чувствуем каким-то своим нутром, что мы это знаем из каких-то глубин, плюс это очень органично. Это создано для людей, которые слов не знают. Вот то, что услышали последнее, да, то еще раз спели. Правильно? Все чувствуют себя при деле, чувствуют себя частью коммуны. Это очень важный тип не квадратности. С ним все ясно. Поехали дальше. Квадрат с расширением. Послушайте. И смотрите за квадратиками. «Ой, мороз, мороз, не морозь меня, моего коня, славного коня, с белой гривою». Например. То есть смотрите, я не смогла остановиться. Меня занесло, правильно, душевно. Занесло. Я распелась. И вместо того, чтобы пойти на конец, я добавила еще кое-что. Вы понимаете огромную разницу между квадратом с дополнением? Что мы это чувствуем, как будто эта музыка еще более важна для автора, для исполнителя, чем если бы она была квадратная. Он такой увлекающийся перед нами. Или задумавшийся. Очень интересная форма. Гораздо более редкая. Ну что, поехали дальше. Все понятно. Вот давайте, наконец, послушаем немножко из эфиру. Я бы хотела, чтобы вы сейчас послушали немножко и посчитали. То есть понятно, здесь была какая-то подсказка с этими неквадратностями. Но все же, давайте определим, это будет квадрат с дополнением или квадрат с расширением. Я потом попрошу вас поднимать руки, кто считает так, а кто так. Не поднимать нельзя. Поэтому считайте, пожалуйста, внимательно. Я буду немножко вам помогать. Если сложно самим, я буду делать вот так, когда сменился квадрат. Ладно? Ну так. Включится? Да. Слушаем. Я имею в виду с места, где начинаются слова. Ладно? Плачь. Я не откликнусь в этой квартире, холодно слишком. В эти минуты падает небо, так и оставим боль. Тем и полезно, что заставляет двигаться дальше. Мне в твои мысли, я в свои песни просто представим. Стоп. Пока хватит. Пока хватит. Успели посчитать? Не надо второй раз? У нас так много песен сегодня. Давайте не будем второй раз, даже если не успели. Не успеем просто. Будем сидеть до ночи. Поднимите, пожалуйста, руки, кто считает, что это был квадрат с дополнением. Помните, как вот с повтором? Отлично. Поднимите руки, кто считает, что это был квадрат с расширением. Ой, какой явный перевес, говорю я для людей, которые смотрят нас на ютубе. Какой явный перевес людей из второй группы. Но вы на самом деле все молодцы, понимаете. Можно смело неправильно отвечать. Господи, нормально. Лишь бы я так не делала. Ну хорошо. Давайте я вам покажу, как это выглядит. Так, сейчас, надеюсь, она не включится. Сейчас пока что. О, вот у нас есть такая зам... Ой, включилась. Ну, ничего. Смотрите. Плачь. Я не откликнусь. Два. В этой квартире. Холодно слишком. Можем ли мы здесь закончить квадрат? Такое интересное хокко получается. Плачь, я не откликнусь. В этой квартире холодно слишком. Ну хотя нет, в принципе, может быть. Может быть, ладно. Но, хорошо. Тогда давайте обратимся к музыке. Что это я к словам? Я что, филолог? Хорошо. Вот послушайте, пожалуйста, аккорд на холодно слишком. И скажите, можем мы там остановиться или не можем? Не можем. Не можем. Ну, хорошо. Не будем слушать. Испугали, что... Все-таки мы поняли. Запрос на экстерн принят. Хорошо. Ладно. У меня сегодня супер опса. Время от времени я буду совершать красивый променад. У нас сегодня... Вот. Будет зажигаться свет. Чувствую себя просто суперзвездой. Слушайте, мне очень нравится. Плачь, я не откликнусь в этой квартире. Холодно слишком. Правильно? Надо-то дальше пойти. В эти минуты... Господи, все аккорды наваляло. Ну ладно. В общем, вы поняли. Главное, что четвертый аккорд. Правильно? Он у нас совершенно неутвердительный. Есть такое? Есть такое. Доказано, как поется в другой песне. Поехали дальше. Смотрите. Это все-таки расширение... Квадрат с расширением. Квадрат с расширением. Редкий тип неквадратности. Вот не тот самый, который коллективный, душевный, а где автор немножко увлекся. И в этой песне есть еще одно... Так, будет она? Вот. Вот сейчас послушаем. Начнется я вам еще скажу. Вот когда закончится тот фрагмент, который мы уже слушали, будет странный эффект психологический. Начнется совершенно другое. Давайте послушаем, что там другое. Помните, я вам вначале показывала, как композитор может волну сделать. Ну, что там такой инструмент, может, другой заиграл. Может, там, я не знаю, резко стало громче. Не знаю. Скоро-скоро. Такие маятные, да, аккорды? Странненькие. Красиво. Дальше мне твои мысли, я в свои песни просто представим. Достаточно, 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 достаточно. Ну что, совсем странно, правда? Очень необычно. Ну ладно, не буду вас мучить. Там изменилась тональность. Кто так понял, тот молодец. Там изменилась тональность. И это самый редкий вариант изменения. Это что вообще такое? В музыке такого не должно происходить, в рок-музыке? Так не бывает. Так не бывает. Причем она сменилась на достаточно далекую. Тут вы можете не знать ни про степень родства тональности, ни еще чего-то. Вы просто чувствуете, изменилось слишком резко, у нас там все в душе упало, кажется неправильным. Или нет, в принципе терпимо. Вот здесь все неправильно. Но про тональность поговорим позже. А, вот, это я даже прописала, смотрите. То есть я изобразила аккорды первого раздела квадратиками, а чтобы прям было понятно, что эти все другие, кружочками. Правильно? Совсем-совсем другие. Мне нужно было что-то противоположное. И вот смотрите, в кружочках-то вообще другая не квадратность. Легко ли подпевать этому вокализу? Да я бы сейчас, наверное, и не спела, если честно не повторила. Потому что, смотрите, там два кружочка по четыре, а один два. А потом по четыре, по четыре, по четыре, но их почему-то три. Странно, правда? Это что вообще такое? Странная периодичность. Представляете, как Демфира уже, мы такую одну песню посмотрели, она уже так ловко управляется с неквадратностью. Очень странно. Ну поехали дальше. Что же там дальше? О, изменилась и форма строки, и тональность. Набор звуков, которые мы слышим, как определенную краску. Есть такой тип неквадратности, как… Знаете, он не имеет названия. Я не знаю, я даже честно не очень помню, как нам про него рассказывали в училище. Как-то нам говорили, по-моему, что это органическая неквадратность или период трехчастного строения. Вот так вот. А мне кажется, что если то было по четыре и называлось квадрат, то это надо называть треугольник. Правильно? Ну их же три теперь. Ну, слушайте, я не знаю, если этот термин войдет в народ, конечно, будет весело. Но честно, это не официальный термин, я его придумала. Звучит так, как будто чего-то не хватает. Мы начинаем прислушиваться, как будто время искусственно ускорили. Вот сейчас мне будет трудновато, но я вам попробую это изобразить на примере мороза-мороза. Хорошо? Ой, мороз-мороз, не морозь меня, моего коня, ой, мороз-мороз. Ну нормально, да? Странненько. Чувствуете, как будто чего-то не хватило. Правда? И из-за этого у нас не возникает ощущение, что нас обманули, нет? Но у нас возникает ощущение, что автор куда-то очень торопится. Это очень хорошо работает, если как раз автору нужно дать нам это ощущение, понимаете? Дать ощущение, что, не знаю, может быть, сердцебиение учащается, да? Может быть, это какая-то легкая истерика. У вас бывает такое, когда вот начинаешь, не знаю, ругаться с кем-то на какую-то очень важную для тебя тему, прям выходишь из себя, начинаешь говорить быстрее, и как-то вообще вот это явно немедленный процесс и неупорядоченный. И вот там как раз вот говорение такое вот ускоряется немножко, можно даже неправильно сделать таким треугольником. Вот давайте послушаем еще кое-какую песню. Так, смотрите, там вначале будут четыре ударчика, да? Это вот чик-чик-чик-чик, это четыре черненьких точечки. Потом пойдет та схема, вы поймете, какие аккорды там изображены. Хорошо? Запускаю. Заново. В понедельник я болею. Во вторник открываю глаза. Заново. Пока хватит. Поняли, да, где какой аккорд? Проследили глазками, получилось, да, как раз вот сменяется краска. Услышали, что их все время по три? Странно, да? Ну, точнее, вроде бы и не странно, потому что они долго длятся, мы успеваем к ним привыкнуть, но все время после третьего аккорда ощущение, что немножко поторопили нас, поторопили. И все время есть ощущение вот какой-то, не то чтобы нервной спешки, а, знаете, такого радостного возбуждения, когда ты такой очень куда-то торопишься, спешишь, предвкушаешь, правда? Такой предвкушаешь, что там будет, что там будет, да? И есть еще одна штука, которая этому способствует. Сейчас я буду совершать мой променад. Ладно, ладно. Короче, я вас благодарю. Спасибо. Спасибо, друзья. Вот, смотрите, между первым и вторым созвучием есть шершавость. Чтобы обнаружить максимальную шершавость, надо довести ее до предела. Вот, смотрите, три аккорда звучат так. Второй. Третий. А сейчас я возьму просто первый и второй и буду делать. Первый, второй, первый, второй, первый, второй. Готовы? Да, там есть неправильная нота. Ну, неправильная нота. Аккорд очень красивый, но с самого начала нам дают чуть-чуть спокойно, а потом сразу же очень как-то странно. Очень красиво. Мы этого не осознаем, что оно как-то странно. Но еще и появляется очень что-то. Что же там дальше? Надо скорее снова спокойно. А нет. Этот аккорд тоже аккорд предвкушения. Есть небольшой секрет. Не могу вдаваться в подробности. Ладового устройства. Но ни один из этих аккордов мы не слышим как тонику. Вот сейчас я вам испорчу песню. Очень хорошо. Понимаете, да? Вот это было бы неправильно. А так нас все время держат на этом ощущении. Все красиво, но ничего неустойчиво. Вот Земфира очень часто так делает. Поехали дальше. Во! Ну это самый острый случай. Сейчас будем слушать песню, и там будет очень сложно наблюдать. Я выделила те аккорды, в которых гитара делает трунь красным цветом. Старайтесь проследить все квадратики, хорошо? Там каждый удар будет новый квадратик. Ну это же вообще. Ну это же вообще. Подумайте, пока слушаете о том, смогли ли бы вы потом воспроизвести этот короткий фрагмент наизусть. Проговорить, там протопать, сыграть, там неважно как, спеть. Ладно? Просто подумаем об этом. Так. Без шансов, без варианта, без относительной именно к вам. Без шансов, без варианта. Пустота. Заново. Без шансов, без варианта, без относительной именно к вам. Дальше мне пока не нужно. Дальше мне пока не нужно. Ну что, уловили? Ну где-то, понимаете, там нету не просто квадратности, там нету тех типов не квадратности, про которые я вам рассказывала. Это даже невозможно привязать к какому-то типу. Вот если нету ни того, ни того, ни того, ни того, то мы просто можем, как сказать, исполнить свой музыковедческий долг, сказав всего одно слово. Вот можем сказать, а, это синкопа. И все. Понимаете, взятки гладки. Синкопа — это любое вид ритмической сбивки. Очень редкое явление, и оно очень по-разному работает на организм. Синкопы обычно бывают в джазе, но они там мягкие. И вот если мы слышим мягкие синкопы, нам хочется двигаться вот этой частью тела. У нас есть такая физиологическая особенность. Да, я показываю просто на свое туловище. Не вот так вот делаем, да, вот просто руками мы в клубе делаем на ровный ритм. А вот в джазе как-то хочется двигаться вот так. А если нам дают слишком сильную сбивку, то мы уже начинаем терять вот эту ориентацию в пространстве. То есть уже становится немножко тяжело. И здесь потом, обратите внимание, когда будете эту песню слушать, нам радостнее всего на моментах, когда звучит самое как бы начало. Вот первое без шансов, нам тогда спокойно, потому что мы ищем хоть какую-то точку опоры в этом. Вообще довольно нервно получается. И вот теперь смотрите, да, я тут вам написала на слайде. А нет, не написала, написала. Обратите внимание, сколько звучит разных по высоте нот. Помните, там гитара делает все абсолютно одно и то же, кроме одного места. Все время делает пум, пум, пум. А потом вот где безотносительно, вот там она делает другую ноту. То есть по сути гитара что делает? Она делает две ноты. Две разных ноты. Что, хорошая песня, спросите вы? Отличная, скажу вам я. Потому что если нам дают сильный перегруз по ритму, нам должны дать полный минимализм по звукам. В этом красота. В балансе. Правильно? Поэтому вот где у Зимфиры очень странный ритм, там, скорее всего, у нее будет все попроще, поминималистичнее в нотах. Хорошо? Поехали дальше смотреть. Вот. А здесь это... Да двойные листочки, друзья. Давайте проверим, что у нас получится. Мы сейчас будем слушать песню «Кто». Она полегче. Она из одной из первых альбомов, а не последних. Догадывайтесь. Чем больше альбомов, тем больше экспериментов. А тут все будет хорошо. Это из 14 недель тишины. И вот нужно понять, что там с квадратностью. И зачем оно так сделано. Потому что самый главный вопрос – это зачем. Если мы решим, что это сделано просто так, потому что Зимфира хотела попантоваться, например, вот, узнаю, не квадратность. Тогда это, конечно, ей не к лицу. Мы тогда скажем, ну как? А если вдруг это окажется зачем-то, мы будем, мне кажется, в культурном шоке. Так, ну давайте, послушайте и посчитайте именно вступление и припев. Куплет не надо, хорошо? Вот там вступление и припев на одинаковом материале. В припеве слова «Кто?» «Та-та-та-та-та» «Звезды ночью», «Кто?» «Та-та-та-та-та» «Утром». Да, это вот это место. Поехали. Это не надо считать. Ну все, думаю, хватит. Успели чуть посчитать, да? Ну давайте немножко ручки поподнимаем, разомнемся заодно. Кто считает, что это был квадрат с дополнением, с повтором последних двух строчек? Молодец, ты индивидуалист. Кто считает, что это была не квадратность с расширением, когда автор увлекся? Молодцы, хорошо. Кто считает, что это была вот такая треугольность вместо квадратности? Ох, как вас много! Как вас много! Слушайте, ну да, извините, это была треугольность вместо квадратности. Ну видите, как хорошо, вы такие смелые. Давайте я вам покажу. Сейчас здесь будет. Будет, да? Тун-тун-тун. Раз. Тун-тун-тун. Два. Тун-тун-тун. Три. И заново, да? Это как это так получилось, да? И вот смотрите, есть у меня тут предположение, я его тоже на экран вынесла, о том, меня вот очень сильно задевает момент в припеве. Вот как раз мне не хватает больше всего этого четвертого несчастного аккорда, когда кто, если не я, я всегда была за тобой. Вот именно в этом месте меня это беспокоит. В остальных, да, хоть их будет три, хоть пять, да, понимаете? Особенно там во вступлении. Гитары играют красиво, мне нравится. А в этом моменте мне прям что-то очень не хватает. Нет у вас такого ощущения? Странно как-то, да? Вот оно трется чем-то. И вот это похоже, помните, на то самое ускорение времени, немножечко истеричное, да? И как раз здесь и в словах есть вот это, правильно? Это какая-то ссора, желание доказать, правильно? Это что-то такое странненькое в этом плане. Ой. Ой. Я все равно. А, ну хорошо. Ладно. А я думала, вы музыковед просто обиделись. Ну хорошо, возвращайтесь. Так вот, да? И вот как раз здесь есть эта сбивка. То есть я считаю, что это не просто так. Я почему-то все детство, ну так подростково вперед считала, что это песня веселая. Меня она так веселила. Я так хожу, веселая. Ага, кто, если не я? Думаю, наверное, песня про хорошую самооценку, правильно? Как говорится, надо пять минут в день говорить себе, кто, если не я. Но потом, сейчас я поняла, что это на самом деле про такую, на самом деле, истерику. Надеюсь, это аргумент. Поехали дальше. Из последнего альбома. Надеюсь, вы послушали последний альбом. Не для никого это не спойлеры. Последний альбом. Хорошо. Вот сейчас будем слушать «Снег идет». Вот это будет единственная песня из последнего альбома, которую мы посмотрим. Вот мне кажется, ну, мне она больше всех понравилась. Даже не пальто, представляете? Вот так бывает, вот так бывает. И вот, пожалуйста, тоже давайте посмотрим, что тут с квадратностью. Но здесь чуть более сложная ситуация, чем мы смотрели, поэтому ручки поднимать не будем, просто внутри себя подумайте, ладно? Там повторяющийся паттерн везде, поэтому просто послушаем до какого-то момента, с самого начала, как слова начнутся. Хорошо? Мне, кстати, это очень напоминает гармонию из «Интерстеллара». Это была моя первая очень устойчивая ассоциация. Они практически одинаковые. Снег идет, чайки летают, Купили собаку самолет. Трубы до неба Замерзли в машине Гололед Падают звезды Менты обнаглели День ушел Мысли остались Всему свое время Снег идет, ах, приятный Снег идет Пока хватит. Ну что, посчитали немножко? Да, в голове? Там три аккорда Согласны? Три повторяющихся аккорда Первый из них Кто-нибудь посчитал, сколько первых аккорд счетов длится? Четыре Ой, как здорово! Видите, как сразу, да? Обычный аккорд А второй Тоже четыре Та-та-та-с Два Три Та-та-та-та-ра Два Три Та-та-та-та-та-ра А вот третий аккорд Длится два Ай, как хорошо, да? И получается 4-4-2 Можем ли мы сказать, что это какой-то квадрат с дополнением? Нет, это все не подходит, правильно? Это все не подходит Это формализм Мы не будем привязывать это к чему-то Самое важное, для чего здесь это? Здесь очень интересная ситуация Здесь всего три аккорда А когда аккордов мало Наш мозг немножко перестраивается Замечали, да? Особенно в музыке, в кино это слышно. Он начинает каждый аккорд воспринимать как что-то очень-очень-очень важное и чувствовать его краску. Вот первый аккорд, он какой? Он теплый, сердечный, правильно? Не знаю, надо ли еще послушать. По-моему, он еще идет, может, нет, не идет. Ну ладно, сейчас. Запущу потом, послушайте. То есть он такой вот прям очень душевный, но он не до конца спокойный, правда? Второй аккорд, он повыше и тоже к чему-то еще стремится. И только третий аккорд, на самом деле, тоника, на самом деле он ответ. А первые два вопроса. Послушайте. Ну сейчас начнется. То есть, представляете, первый аккорд это не тоника, не самая спокойная. Мы об этом узнаем только на втором аккорде, но тем не менее. Вот сейчас будет теплота такая, но немножко горьковатая. Горько, да? Тоже не конец. Вот только сейчас нас откатывают назад, да? Надо еще раз это пережить. Хочу тонику. Замерзли в машине, гололедки. Нет, опять заново. Понимаете? Падают звезды, менты обнаглели. И в итоге, понимаете, какая получается ситуация, да? Что этот аккорд нам не дают насладиться, правильно? Не дают, не дают. И мы его так хотим. И пытаемся поймать. Нет, его нет. Да, все время такая бесконечность, бесконечность всего. Вот так я и написала, что тут сокращена последняя строчка, на которую приходится самый сладкий аккорд, и нам не дают его послушать. Он каждый раз как награда. Понимаете? Тем он, конечно, ценнее, но все равно такая психологическая сладостная пытка получается. Есть такое? Есть такое. Пошли дальше. Как не квадратность на нас влияет? Тут давайте подведем просто устный какой-нибудь небольшой вывод. Во-первых, теперь мы разобрались, что она бывает разных типов, и что она всегда не просто так. И теперь я очень надеюсь, что у вас появится какая-нибудь интересная такая штука. Там, если чувствуете, что песня особенно нравится, просчитайте ее. Ну, разбейте ее на четыре штучки, правильно? И обнаружите, что там могут быть не все четыре. И вот это будет удивительно. Удивительное будет открытие. Если у нас повторяется последняя строчка, и получается квадрат с дополнением, то мы чувствуем себя важными, больше хотим подпевать, все душевно, и мы немножко отдыхаем. Поэтому эти песни подходят для выпивания алкоголя. Если мы слышим, что квадрат расширяется и автора заносит, то нам чуть-чуть сложнее подпевать, помните? Чуть сложнее это воспроизводить. Но при этом как-то оно очень душевно звучит. Мы не устаем, и все время какое-то волнение поддерживается в этом, даже если аккорды очень спокойные. Если мы слышим какую-нибудь синкопированную неквадратность, в которой все сбито, все синкопами, тут зависит от масштаба трагедии. Если нам дают какие-то опорные точки, то мы, наоборот, можем как-то очень уверенность обрести. Вот у нас такое энергия, энергия, трение, энергия. А если совсем нам ритм, ой, пустили куда-то вообще, и повторов нет, то, вы знаете, мы быстро устанем. Поэтому мы немножко устаем, будучи неподготовленными, от авангарда. В авангарде нет равномерной метрики. Потому что мы такие первые 30 секунд считаем, а потом мозг такой, ай, ну его! Я лучше посмотрю на канделябр. Помните, как это бывает обычно в концертном зале? Пошли дальше. Неквадратность — это не все, что есть в музыке Земфира. У меня еще только полчаса, какой кошмар, пошли дальше. Сложная гармония. Условно понимаете, что такое легкая гармония? У нас есть некоторые стандартные, более-менее типичные аккорды. И чаще всего по правилам классической гармонии единственное, что стоит знать, это то, что есть два стандартных типа напряжения. Спокойно-напряженно-спокойно-напряженно или спокойно-напряженно-напряженно-спокойно. Вот это такие два типа квадратика, которые есть в классической музыке, в поп-музыке, в рок-музыке. Если что-то идет не так, то это прям для нас большое событие. Поехали. Вот сейчас мы с вами будем слушать песню «Не отпускай» и послушаем ее достаточно приличный кусок, весь тот текст, которого есть там. И вот смотрите. Здесь это очень сложная будет задачка, очень сложная. Но давайте попробуем. Мне само интересно, как у нас этот эксперимент получится. Спойлеры. Там все время эта музыка куда-то идет. Там бесконечное количество этих аккордов, очень много. Это уже нетипично. Ну что это такое? Их даже не четыре, не восемь, их больше. Но там есть всего три аккорда, которые звучат для нас более-менее спокойно. Поймайте себя в тот момент, когда вам кажется, что вы можете музыку полностью остановить. Не приостановить, а сказать «пришли». Вот такой педестал. Такое ощущение, как будто на горку взобрались, стали и довольны жизнью. Вот три раза такое будет. Ну попробуем, ладно? Ну попробуем. Надо будет потом предположить, на каких словах такое было. Над моей пропастью, у самой лопасти, Кружатся глобусы, старые фокусы. Я же расплакалась, я не железная. Мама Америка в 22 берега. Ты не отпускай меня, не отпускай. Не отпускай меня, вдруг кто увидит. Не отпускай. О, повтор пошел. Это квадрат с дополнением. Не отпускай меня, вдруг кто увидит. Стоп. Ага. Ну что, сложновато или нормально? Давайте сделаем так, чтобы я не спрашивала кого-то одного, потому что это как-то жестоко все-таки. Вы пришли отдыхать, правильно? Давайте так, мы еще раз послушаем. И вот если вам кажется, что аккорд устойчивый, ну просто как не дайте знать. Махните рукой. Да, будем слушать всякое до конца. Мне интересна статистика. Так, давайте заново запустим всю историю. Над моей пропастью. Спасибо. У самой лопасти. Молодцы. Здесь нет. Нет. Кружатся глобусы. Нет. Старые фокусы. Самый неустойчивый. Нет. Там не нет. Я же расплакалась. Вот. Я не железная. Мама Америка. В 22 берега. Ты не отпускай меня. Не отпускай. Не отпускай меня. Друг кто увидит. Не отпускай меня. Не отпускай меня. Не отпускай меня. Ну хорошо. Видите, как интересно. Ну почувствовали, что это не очень просто? Там были спорные моменты. А? Очень быстро? Непросто. Вообще непросто. Ну ладно, давайте не буду лукавить. Это одна из самых сложных тем в гармонии. Ну что делать? Бывают сложности. Ну с квадратами попроще. Ну ничего, я вам сейчас все покажу, вы же знаете. Давайте проверим. Что же я тут вам нарисовала? Ой, спасибо. Давайте убедимся. У самой лопасти кружатся глобусы. Вот сейчас будет очень, очень уверенно. Послушайте. Новая ступень. Я же расплакала. Пришли, правильно? Я не железная. Мама Америка. А вот дальше самая главная ловушка. Нам кажется, что ты не отпускай, это устойчиво. Но нет. Меня не отпускай. Оно все идет, вдруг кто увидит. Послушайте. Не пускай. Меня вдруг кто увидит. Правильно? Пришло. Не отпускай. Ловушка подловила вас зимфира, девчонка. А, смотрите-ка. Просто она дала вам это... Понимаете, у нас каждый раз в новую строчку там был устойчивый аккорд. И мы привыкли к хорошему. Быстро привыкаешь. И мы думали, что ты не отпускай, это устойчивый аккорд. Ладно, на самом деле не в этом фабула рассказа. Вот смотрите, то, что вы видите, это ненормально. Это ненормально. Я не знаю, что вообще, как это комментировать. Это ненормально. Дима говорит, что если этот текст соединить три куска, получается какая-то история. Какие три куска? Над моей пропастью я уже расплакываюсь, вдруг кто увидит. Такое хокку. Правда, да? Такая зарисовка. Зарисовка в моей жизни. Ладно, хорошо. Смотрите, просто поверьте мне, ну что это такое? Чтобы было три разных тоники. Это все три разных по высоте аккорда. Это так ненормально для песни, чтобы просто словами не описать. Ну ладно, если у вас куплет в другой тональности. Ну тогда у вас куплет вы дослушали, припев послушали, и все спокойно. Но когда у вас три тоники разных на протяжении одной песни, понимаете, каждый раз она повыше, и каждый раз чувствуете, да, все напряженнее и напряженнее. Вообще остановиться там нигде нельзя. Очень интересный прием. Слишком много аккордов для обыкновенных рокеров. Классно? Классно. Смотрите, вот такие эти тоники. Вот процесс перехода из тональности в тональность называется модуляция. Это не очень музыкальное слово. Во многих процессах бывает модуляция. Понимаете, да? В музыке она тоже есть. И обычно это происходит через вот такой очень неустойчивый аккорд. Вот старые фокусы в 22 берега. Я даже думала потом, думаю, зря я их квадратиками нарисовала. Надо было стрелочки нарисовать. Потому что вот это аккорд, который ведет в последующий. Это самый неустойчивый аккорд. Но он настолько яркий, что кто-то даже его принял за устойчивый. Нет вашей вины в этом. Он очень привлекает внимание, потому что он должен вам просигнализировать, что дальше будет новая тоника. Как интересно, да, когда в гармонии все устроено. Хочется сразу теорию музыки поизучать, да? Но уже запросы большие, хочется уже в училище поучиться. Задавайте, если небольшой. Думала ли она об этом, когда она писала? Это я озвучиваю для наших зрителей на ютубе. Думала ли об этом, когда писала? Честно, я не думаю. Композиторы редко думают об этом, когда пишут музыку. Я думаю, что оно само, но имело место наигранность. Из-за того, что это как начитанность и насмотренность для дизайнеров и начитанность для филологов. Я думаю, что, понимаете, когда ты учишься в музыкальном училище, на третьем-четвертом курсе ты ничего не делаешь, кроме игры огромных сложных цифровок. Ты так можешь со слезами, только умываешься, играешь, играешь. Там эти переходы, модуляции, понимаете? Оно все должно войти в пальцы. Это такое устойчивое выражение. Войти в пальцы. Я думаю, что у Земфира все вошло в пальцы. Даже если это гитара, даже если это рояль, неважно. Слуховой опыт подсказывает вот такие нестандартные ходы после того, как ты наиграл со стандартных. И классиков в том числе. Потому что вот эта история типична для разработки какого-нибудь Шуберта. Пускай будет Шуберта. В чем все про Моцарта? Поехали дальше. Да, здесь много слов, но так надо. Вот смотрите, здесь будет один очень необычный аккорд. Вот опять же, именно он в неизменном виде, очень неизменном, даже слишком, будет повторяться на протяжении песен. Встретится три раза. Вот послушайте, найдите необычный аккорд. Если кто-нибудь обнаружит его, скажите, на каком слове необычный аккорд. Договорились? Один. Всем нужны деньги. А что такое деньги? Уже который день я болею от обиды на людей. Всем нужны деньги. А что такое деньги? Всем нужны деньги. А на улице прекрасная весна. Деньги. А что такое деньги? Отброшенная тень. Говорят, что с ними тупо веселей. Все нужны деньги. А что такое деньги? Всем нужны деньги. И за что тогда меня лишили сна. Будьте счастлив, сыты, спокоен. Городная птица, маленькая воина. Все, что осталось от последней протяжи, Мои песни от ножи покинут меня. Ага, есть. Ну что, на какое слово был необычный аккорд? На. Хорошо, на был необычный аккорд. Все, что осталось. Не, нормально там был аккорд. Сна. А, сна. Извините, пожалуйста. У нас тут такая вот штука. Я с микрофончиком. А вы нет. Ладно. Да, заметили? Причем, что было необычного в этом аккорде? Во-первых, он явно выбивается из общей какой-то, я не знаю, парадигмы. А во-вторых, вы заметили, что он все время одинаково произносится. Вот все аккорды. Тыц, тыц. А он. Та-ти-ти. Та-ти-ти. Вот такой, да, разложенный получается аккорд немножко. По-моему, я это нарисовала. А, я забыла отметить сна. Представляете? Ну вот. Я была без сна и забыла это отметить. Хорошо. Вот. В общем, вы поняли, да? И вот этот аккорд, он, конечно, настолько необычный здесь. Он так все останавливает. Причем он по характеру какой-то никакой. Вы замечаете это? Он абсолютно обессиленный. И вот получается такое противоречие. Я все время думаю, что, особенно когда альбом выжил, что это за на такие? Ну, типа, это что, типа, знаете, швыряет деньги. Сыт и спокоен. На. Такую пачку денег, чтобы он был сыт и спокоен. Но на самом деле по музыке там совершенно противоположный смысл. Это вся песня настолько гиперуверенная. Вы чувствуете, насколько в ней много сигнализирует об уверенности. Ровный ритм. Вот это вот перебирание аккордов. Именно вот такая четкая структура. Этих аккордов мало. Они все-таки квадратные. Здесь такая структура вся понятная. Все идет, идет, идет. А потом вдруг вот это вот. Как-то призадумались. Как-то они обманывали ли я себя? Нет у вас такого ощущения, да? Вот какой-то странный этот аккорд. Что-то он такое сигнализирует мне. В общем, представляете, да? Значит, не просто так она его тут использует. Что-то она тут нам хочет сказать. Ну, это все. Это максимум объективности, который я могу вам дать. Пошли дальше. Не устали еще? Нет, не устали. Хорошо. Мы даже успеваем послушать все сто песен. На самом деле очень много сегодня песен. Поэтому немножко тороплюсь. Ну, пока все тьфу-тьфу. Так, будем слушать песню «Искала». И это будет единственный раз, когда мы послушаем песню буквально практически целиком. Ладно? Ну, я думаю, что что-то график вам может подсказать? Это я тут вам прорисовала немножко. Уже есть предположение, что будет странного? Ну, посмотрите на перекос. Вот. И тогда вопрос. Почему так? Почему так? Зачем здесь тогда вообще этот желтенький раздел? Думаете, у Зимфира нету песен, в которых нет припева? Все у нее есть. А какая-нибудь красота. И так было замечательно. Мы так кайфуем от этого. Я искала тебя. Мы могли бы так ее всю песню слушать, понимаете? И все было бы хорошо с нами. Зачем желтые квадратики? Вот такой вопрос. Что они тут делают, забыли? Ладно, послушаем половину. Я искала тебя дворами темными в журналах, но среди друзей в день, когда нашла, с ума сошла. Ты совсем как во сне, совсем как в альбомах, где я рисовала тебя в лошадной. Ничего не было. И звонки ночные, больше слезы, нервы, любовь. И стрелки в польше, айде, че, но не мои. И старые засновы куришь каждые пять. Мы устали оба. Ты совсем как во сне, совсем как в альбомах, где я рисовала тебя в лошадной. Ну вот здесь-то хотя бы мы могли два раза это послушать. Вам не кажется, что просится? Да? Мало же было. Мало. Два раза нужно было. И честно, вот поверьте, да, вот до конца дослушайте дома. Но оно там встретится еще один раз, и все, там не будет. А хотелось в конце разноса, правда? Хотелось послушать этих желтых квадратиков, хотя бы два полных квадрата, да, чтобы испытать вообще вот это вот все, правильно? Оно без итога осталось, по сути, да? Ну что странного? Ну что странного? Ладно, сама расскажу. Значит, смотрите, это два очень контрастных друг к другу раздела. По сути, если бы я рисовала график, как эта песня себя ведет, да, то она ведет себя так. Понимаете, да, вот так она себя ведет. Это очень странно. Мало того, там все время есть сигнал к тому, что сейчас начнется вот это. Да, какой сигнал? Барабаны, да, тун-тун-тун-тун, да, и пошли. То есть мы прямо даже знаем это. А барабаны, тут очень, знаете, хочется впасть в, знаете, музыковедческую эзотерику. Понимаете, что я имею в виду под музыковедческой эзотерикой? Это вот как автор с синими занавесками, да, только с композиторами, да. Понимаете, эти барабаны, как биение сердца. Начинается аритмия, тахикардия, и тут взрыв, понимаете, да. Хочется, конечно, так сказать, я, конечно, так говорить не буду, но хочется, правда, хочется. Потому что что-то они там нам все время подсказывают, облегчают нам эту задачу перехода в другой раздел. Но здесь есть такая странная штука, я нигде не нашла у Земфиры такого странного, огромного контраста. Ну вот песню так и оставим, да, мы вначале слушали, это вообще другое ощущение. Мы как будто попадаем в такое безвремение, да. А здесь все как-то... и тональность сменилась это раз, пульсация сменилась по аккордам. Там у нас бас ходил, а тут вдруг два аккорда грубо переставляются, и на голос накинули дисторшн. То есть там как будто она либо ближе поет в микрофон, правильно, либо ее только обработали с перегрузкой легкой. То есть там истерика налицо, истерика налицо. Вот так я и написала. Припев незначительен по количеству звучания, написан другой тональность и звук. Обработанная иначе, звучит как взрыв, сигналом взрыва является ударный проигрыш. Это сродни учащению сердцебиения. Честно, не знаю, но это же, понимаете, красивая метафора. Можем иногда себе позволить красивую метафору. А вообще действительно очень странно, насколько она удерживает этот раздел, не дает ему разрастись. То есть это такая как сдерживаемая паническая атака. Вот что-то такое, понимаете, рационально сдерживаемое. У меня даже в некоторых местах, сколько уже я лет эту песню слушаю, думаю, вы тоже. Вот так мне, я ошибаюсь там. То есть там дальше начинается опять, да, там да, а я все готова петь еще дальше тяжело. Ты понимаешь, ты, да, и ты все хочешь там четыре раза спеть. Не, ничего подобного. Это рационально сдерживаемое. Из-за этого после прослушивания песни, помните, что с нами бывает, когда мы что-то рационально сдерживаем. Это потом обязательно ходит в свой выход. Поэтому после этой песни мы немножко заряжены этим напряжением. Чувствуете, даже неприятно иногда. Слишком мы проникаемся тем, что нас останавливали несколько раз, наостанавливали нас. Мне кажется, в этом отчасти секрет этой песни. Она дарит нам столько этой энергии, столько этого трения. Мы потом идем и хотим выплюнуть, выплеснуть вот этот взрыв, который накопился. Это очень интересный случай. Очень интересный случай. Вот смотрите. Там молитвенные слова, помните, да, грубо говоря, да, такие хоральные, да. То есть вначале спасибо за это, спасибо за это, спасибо за это, спасибо за это. И кажется, что музыка по характеру должна быть какой? Хоральной, спокойной, благостной. А может быть наоборот, знаете, там какие-то такие вот, ты как будто переживаешь какие-то вещи. То есть каткатарсис, да, там горестная. А здесь третий вариант, здесь совсем не то, что мы ожидаем. Вот я хотела бы спросить вас, какой вначале характер аккордов, а потом наступит припев. И может быть мы решим и там какой характер. Послушаем подольше. Это не очень молитвенно, не очень. За песни и за то, что я не скляну, спасибо. За песни и за мою семью, спасибо. Спасибо. Этот голос улетает в небо, небо. Почувствовали, да, что-то странное вначале с этим характером аккордов? Он даже со словами не очень вяжется. Вот там есть особенность. Помните, я вам показывала пример из воскресенья, мы выяснили, что ни один из этих аккордов не слышится как до конца устойчивый. Вот вначале перебираются всего два аккорда, и среди них нет устойчивого. Понимаете, наш слух так устроен, что сколько бы ты ему по длительности аккорд не давал, чтобы он прям поверил, что он устойчивый, ты должен дать с ним вместе в контексте другие, и вот он как бы отдаст себе отчет, ага, устойчивый. А здесь эти два аккорда, они в таком маленьком соотношении находятся, что, знаете, все время такая вот маятность, она как хочет куда-то пойти, но сил недостаточно, правда? Вот оно такое какое-то очень все время приземляет само себя. А вот во втором разделе, когда этот голос улетает в небо, там все резко взлетает, и там есть один аккорд, который звучит устойчиво, и вот он только на слове «небо». Это самое сложное получилось, правда? В этой песне нет ритма, который нам прям легко на пальцах понять, а вот эти все рассуждения про устойчивое и неустойчивое, это, конечно, хорошо, но тут бы еще бы лекцию про лад перед этим, а потом кофейнуть и на земфиру пойти, и тогда было бы хорошо. Но, если резюмирую, вначале она ставит такие два аккорда, которые создают такую маятность, такой, знаете, поиск чего-то странный, такое вот тоже безбременье и безрадостность, и вот это какое-то, знаете, такое полудепрессивное состояние рефлексии. А вот на припеве он очень короткий, очень короткий, и вот это очень маленький момент катарсиса. И вот когда будете слушать в следующий раз, там самый-самый-самый светлый аккорд, вот только в самом конце дается там вот «небо», и все, только вот мы чуть-чуть порадовались, и обратно немножко в это болотца. Получается очень про жизнь, согласны? В общем, это такая песня абсолютно жизненная, и очень уникальное решение для такой песни с такими словами. Я такого не ожидала. Поехали дальше. Ой-ой-ой. Хорошо. Ладно, что-нибудь еще успеем. Смотрите, сейчас будем слушать песню «Блюз». Начало, небольшой кусочек. Пожалуйста, обратите там внимание на нотки, которые в самом-самом басу. Умеете такое делать? Помните, кто на лекции про барокко бывал? Мы там все время слушаем нотки в басу. Как они там у нас куда-то ходят? Я буду еще показывать их рукой. И там будет одна нотка, такая по характеру едкая, странная, неподходящая, которая сломает движение. Сначала все будет хорошо, и одна нотка все сломает. Ладно? Попробуем найти этот момент. Пока все хорошо. Вот этот мягкий бас слушаем, да? Вот этот мягкий бас слушаем, да? Здесь я дышу. Заново. От луны такие грустные. До нее подпрыгнуть хочется. Давай. Вот сейчас. Выпьем прямо здесь. И сейчас. Эта песня иллюстрирует очень интересную штуку. Земфира на самом деле очень эскетично в средствах. Заметили, да? То у нас в песне «Спасибо» большая часть на двух аккордах. То еще чего-нибудь, то еще чего-нибудь. Здесь оно тоже очень эскетично в средствах. Но здесь в начале бас ходит, знаете, немножко как будто кругами. Заметили, да? Он делает. Ту-ту-ту. Обратно. Ту-ту-ту-ту. Да? Такой получается треугольничек все время. Чуть-чуть пониже, чуть-чуть повыше. И все так спокойно, и все так спокойно. И помните, одноедкая нотка? Она как будто не туда попала. И вот она сыгралась, и бас прямо обрушился вниз. Помните, он еще ниже пошел, еще ниже, еще ниже. А голос еще выше, еще выше, еще выше. И получился эффект расширения. Вообще в музыке есть пространство. Вы понимаете, на самом деле можно визуализировать. Это не только про звуки. Вот это как раз оно и есть. То есть мы мысленным взором понимаем, что пространство кто-то раздвинул. И у нас прям в душу попало еще больше ощущений. Вначале они были такие аскетичные. Аскетичные. И это все нарисовала так. Есть одна ноточка такая странненькая. Я ее даже не стала отмечать красивым цветом каким-нибудь красным. Но странненькая она была, неправильная. И вот она всю эту лавину вниз повернула. И вот это как-то иллюстрирует, что все очень не просто так. Вот эти детальки, она ими не раскидывается. Если слышать очень странный аккорд, обязательно будет что-то, зачем он. Он будет нести последствия. Причем, смотрите, дважды случились последствия в этой песне. Первый раз – это когда странный звук обратил бас на расширение, пошел вниз. Но потом, помните, усилия воли присобрались, застегнулись на все кнопочки, как это часто бывает в песнях Земфира, и пошли заново. Не получилось, значит, пойдем заново. И помните, чем это кончилось второй раз? То есть второй раз уже не просто не получилось сдержать, а все. То есть там уже все изменилось. Система инструментов громко стало, грубо говоря. То есть это все пошло на опять вот этот взрыв. Потому что невозможно что-то долго сдерживать. Какая-то философия вырисовывается. Так, быстренько пошли дальше. Вот бы с вами часика четыре так посидеть. Вот смотрите. Это тоже важная штука. Это последняя из разделов, о чем мы поговорим. Важно знать, что у Земфира неравномерные разделы в песнях. Это ненормативная история. Обычно они либо равномерны, либо припев длится дольше, потому что мы его дольше хотим слышать. Есть, например, новомодные течения. Это я с любовью наоборот. Вот, например, знаете, есть группа «Пошлая молли». У них такие плохие песни. Не слушайте, если вам нет 18. Но вот так вот в песнях «Пошлой молли» там они сразу начинаются с припева, и там припев встречается раза в два больше, чем куплет. Потому что это полный катарсис сразу, понимаете? Зачем нам его достигать? Вот у Земфира не совсем так. И вот смотрите, есть несколько песен, которые прям кардинально, не то что бесформенные, а все начиналось хорошо, а потом мыслью мы куда-то переулетели. Она делает это только за счет гармонии. Там невероятные аккорты. Вот смотрите, например. Кстати, у меня была такая проблема с тем, чтобы найти это небо Лондона в нормальной аранжировке. Это что, вы везде удалили, что ли? Понимаете, сейчас я вам включу, вы послушаете. Послушайте. Это лайв-запись. А обычные записи что-то скачать мне не удалось. Здесь еще и визги на фоне. В нем прислится долгий поцелуй. Сейчас, сейчас. Всегда такая была? Лайв-записью? Нет, вы мне такого, пожалуйста, не говорите. Я ее слушала по-другому. Не была она такая никогда? Не была. Не было такое? Правильно? Не было? Ну, извините, пожалуйста. Может быть, была и эта запись тоже? Но я точно знаю, что я слушала другую. Ну, хорошо. Вот, смотрите, давайте все-таки... Так, что у нас? Потерпим. Ладно, извините. Извините те, кому нравится такая запись. В нем прислится долгий поцелуй. Пока все квадратно. Смотрите, закрыли четверочку. Мы летели вовсе, не держась. И тут нам пора уже заканчивать. Кто же из нас первый упадет? Ну, вроде бы завершили. Пауза есть. И вот сейчас пойдет жара, понимаете? И еще. Вот это единственный раздел, который мне был здесь пока что нужен. То есть, смотрите, это такое тонкое средство выразительности. Помните, если мы сейчас вернулись к самому первому слайду, где было с точечками перечисления, как создать для слушателя волну? Ну, почему проще всего погромче сделать? Ну, тональность-то поменять, ну, в принципе, да, можно неожиданно сделать. Ну, ладно. Что еще? Ну, инструментом другим дать, бита туда добавить. Помните, как вы скала, да? Мы барабанов добавили уже на мае. Представляете, это создание большой и сильной волны наверх только за счет формы. Это самое сложное, что может композитор. Понимаете, почему? Это сколько усилий надо приложить, чтобы такую форму создать. Мало того, это еще и самый незаметный крючок для нас. Крючок манипуляции. То есть мы слышим, когда стало громче, мы слышим, когда там еще чего-то. А тут, видите, начинаем волноваться сильно, и потом такой выдох, после этого ничего и нет. Ну, что же с нами такое сделали? Вроде на пианино нам играли, пели нам в микрофон. Да все как обычно. Понимаете, форма вообще. Это серьезно. Но, понимаете, помните, мы когда учимся симфонию слушать, единственное, что мы учимся слушать, это эту форму, потому что эти аккорды понятные, правильно, эти смыслы ясные. Форму не получается слушать. Это самое тонкое. Нас ведут прямо за ручку по такой тропинке, а мы еще и не знаем, что нас за ручку ведут. Гениально. Еще один пример есть такого. Ну, конечно, мы разбиваемся. Отсылочку ищем ушками. Нашли отсылочку? Мы потом поговорим. Пока все квадратненько. И уже, смотрите, да, заново снизу пошли чуть-чуть наверх. В Лондоне тоже так было. Способ. Прости меня за слабость и за то, что я так странно и чёрно люблю. Пока хватит. Значит, в чем здесь история? Интересно, что такой же способ дления формы. Заметили? Помните, в Лондоне, как начиналась эта большая колбаса? Я колбасами называю все длинные разделы, в которых много всего. Ну, вот у меня такая штука, условный термин. Помните, с чего там колбаса начиналась? Аккорд резко пошел вниз и по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть стал вот так вот вырастать, вырастать, вырастать. И мы уже такие... И здесь то же самое. Значит, можно уже сказать, что Земфира обнаружила, как это делать, и вот такой способ избирает для дления формы. И удивительный катарсис потом, после этого долгого раздела. Так. Ну и последнее. Да, вот смотрите. Даже я думаю, что... Ой! Точно, отсылка к группе. А к какой группе это была отсылка? Ну, там тихие голоса подсказывают слишком скромно. Радиохэт. Радиохэт. Мало того, это не просто я придумала, она в некоторых лайв-записях в конце эту песню наигрывает. Нет, вы не слышали? Да, то есть здесь как было. Такие уже избитые шутки, порядка 4.33. Мне уже надоело. Помните эту фактуру? Фактура — это способ изложения аккорда. Капельки, капельки, капельки. Rolls-Royce? No surprises. А с чего у меня такие интересные? А где у нас было, да? Да. Да. И она так песню и заканчивает в лайве. Чуть ли не в Зеленом театре. Как-то так-то было, да? То есть там где-то оно немножечко так вот туда кренится. Ну ладно. Какие вы сегодня веселые. Очень мне нравитесь. Так, ну поехали дальше. Помню, что я тут такое наделала. Так, чуть ли не последняя у нас песня, по-моему, осталась. Не, у нас последний прием. Вот, у меня последние три слайдика. И отпущу. Так. Ну, это самое понятное. Поэтому мы этому практически не уделим внимания. Понимаете, в музыке есть непонятные вещи. Это лад, это форма, это структура. А тут хотя бы что-то, на что мы можем опереться. Это слова. Со словами-то яснее. Помните песню «Сигареты»? Кстати, если я сейчас включу, она должна вроде как заиграть. Помните, как она их поет, эти вот «да» в конце? Прячется вечер, пудрится звезда. Это ненормально. Понимаете, да, что она делает? Вот я вначале написала, помните, три нормы для рок-музыки. Давайте их вспомним. Квадратность, единая тональность и то, что слово с аккордом находится в некой связочке. Между ними такая вертикальная ниточка. Где моя ниточка? Где моя связочка? Ничего нету. Понимаете? Я поанализировала, почему она так делает, зачем она так делает. Я обнаружила одну общую черту во всех ярких случаях такого интересного разбивания слов. Таким образом, Земфира преодолевает, как это сказать, члененность. Преодолевает ситуацию, когда мы хорошо слышим, что что-то подошло к концу, какой-то раздел. Преодолевает, знаете, вот эту вот рубленность. То есть, например, ну здесь это меньше слышно, конечно, хотя действительно неожиданно, да, как будто связываются эти два аккорда. Повисает этот вопрос. Но особенно хорошо это слышно в песне «Красота». Потому что помните, да, как эти слова ложатся? Какая красота, дождь идет, я одна на тротуарах пузыри. Все в порядке, да, мы смотрим слова. Я считаю их, я не знаю вас. И смотрите, последнее слово «страфы» приходится на первый аккорд новой страфы в музыке. То есть, это же получаются такие, знаете, ячейки дикобраза. Правильно? То есть, раздел закончился и заново пошел. Но чтобы мы не чувствовали, что оно вот так идет. Понимаете, да? Чтобы нам все время казалось, что оно идет бесконечно. Поэтому, кстати, именно поэтому, когда слушаю эту песню, для меня очень травматично, что она заканчивается. То есть, я привыкаю к тому, что она длится и длится, и длится, и длится. Потому что мне каждый раз дают ощущение, что она вот сейчас заново пойдет. Правильно? И просто берет человек, режет фразу и кусочек дает на следующий. То же самое с этим Ленинградом. То же самое с этой звездой. Правильно? То есть, кусочек берем, ставим на следующий. Пока все в замешательстве. Мы начинаем сначала. И всем не кажется, что мы начали сначала. Понимаете? Ну, красоту слушать не будем. Это я ее озвучила. И вот очень интересно, что со словами, что меня всегда очень, знаете, очень весело тревожило весь подростковый возраст, то, что время от времени она использует вариативность в словах. Смотрите. Помните? То есть, первый раз. Но мне не все равно, что думаешь ты. И ты думаешь, ну все, сейчас мы четыре раза будем петь. Мне не все равно, что думаешь ты. Мне не все равно, что думаешь ты. Идешь такой, напеваешь, напеваешь. И особенно вот это вот ты. И хочется ее прям ты сделать. А потом так, а мне не все равно. А ты такой глупый допиваешь. У вас не было такого? Я допиваю постоянно. И особенно в конце, да, где не все равно, что думаешь. И начинается, да, отпусти меня. А ты ждал, что оно сейчас будет. А вам дали как бы с усечением структуру. Помните, да, вот эту вот историю? Как будто вам поторопили немножко. Мы начинаем волноваться очень. То есть с этими словами вот можно только вот какой-то один такой вывод сделать, да, чтобы было понятно, что не просто Зимфир такая кудесница, там колдуется словами, но это все понятно. Слова, так сказать, общие. А вот то, что она с помощью слов преодолевает квадратность в той музыке, в которой она есть, преодолевает излишнюю члененность, преодолевает момент начать заново, да, чтобы оно все было слитным, монолитным и единым. Договорились? Фух, я уложилась. Ну почти. Ну знаете, для меня хороший результат. Будем заканчивать. Итоги. Первое. Понимаете, да, что Зимфиры не используют необычного ради необычного. Все оказалось оправданным. Все как-то на нас работает. И вообще, это вообще достаточно аскитичные средства. То есть в некоторых местах она могла бы использовать гораздо необычные, она как будто даже немножко себя сдерживает. В этом есть прелесть. Когда ты можешь сказать больше, чем говоришь. Нет. Когда можешь сказать меньше, чем можешь сказать. Когда ты говоришь меньше, чем можешь сказать. Жаль, что ты за мной не записываешь, да, как у Вузиалина. Ладно. Если ей нужно, она меняет тональность в припеве, изменяет длину материала, меняет форму песни. Чувствуете, мы все это встретили. Какой кошмар. Ужас. Встречали, да, такую тональность. Длину материала меняет форму. Ой, господи, ритм сбивала. Чего она сегодня? Слово рвала. Ой, какая хулиганка. Да. То есть, если вам нужно проиллюстрировать все необычные приемы обмана ожиданий слушателей, можете просто там Земфиру взять и на все найдете пример. И слушая песни Земфир, анализируйте себя в те моменты, когда нарастает волнение. Попробуйте найти причину в музыке. У вас уже есть к этому некоторые инструменты. Это может быть не квадратный синкоп, а смена тональности, необычное созвучие. Видите, как все просто. Да вы все музыковеды давно, просто сами об этом себе не признаетесь. Правильно? Просто сидим, анализируем себя и думаем, что меня так волнует, что меня так радостно, что меня так тревожит, что мне так не нравится. Все, нашли, все, сказали, можете лекции вести. Ну, это пока все на сегодня. Если сейчас будут вопросы, то будут, но пока что все. Конец. Лекция закончена. Спасибо. Ой, спасибо, 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 друзья. Так, важно. 20 апреля Цой, точнее не Цой, а его отголоски в сегодняшнем дне. Там не все будет про Цоя. Мне гораздо интереснее посмотреть, что он такого сделал, что его сегодня так важно знать. Второе. Я сильно вас призываю мысленно настроиться на то, что 1 мая вечером вы проведете в библиотеке Маяковского, потому что мне немножко не хватает общения с вами. То есть мы можем с вами поговорить, ну, чуть-чуть словами перекинуться. Правильно? Но вот как-то не хватает нам там объяснить что-то, еще чего-то. Вот я хочу замутить немножечко такой более интерактивный процесс. В общем, мы будем пробовать что-то такое вот сделать один разочек. Поэтому проходите. Надеюсь, Александринка сейчас не обидится, что я им тут это про библиотеку говорю. Но если что, вырежем, так сказать. А так 20 апреля приходите, заходите, можете отмечать меня в сторис, я буду это репостить. Мне приятно, меня это совершенно не достает. И я буду сидеть тут. Вы сейчас, я поставлю какую-нибудь песню из презентации, будем все по дню красиво расходиться. Если у вас есть что сказать, подойти и все такое, я тут. Договорились? Спросить, не спросить? Все, спасибо, ура! Ура! Ну, давайте так. Я смотрела ваше интервью с Волей, которое не интервью, и мне очень понравилось. Ой, девчонечки, привет, дорогие! Я искала тебя годами долгими, искала тебя дворами темными. Ты, в журналах и но, среди друзей, в день, когда нашла, с ума сошла. Ты, совсем как во сне, совсем как в альбомах, Ты, совсем как во сне, совсем как во львомах. Я рисовала тебя глазью, годами долгими, ночами темными, годами долгими. Ты, совсем как во сне, совсем как во сне, совсем как во львомах. Я рисовала тебя глазью, ты, совсем как во львомах. Я рисовала тебя глазью, ты, совсем как во сне, совсем как во львомах. Ты, в журналах и но, годами долгими, искала тебя ночами. Чами, 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 чами. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok